Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня я покажу вам один из способов заготовки грибов на зиму. Таким образом можно заготовить абсолютно любые грибы, разница будет лишь в том, что губчатые грибы нужно будет предварительно отварить в кипящей воде 2-3 минуты. Это сделать необходимой для собственной же безопасности. Еще мне будут нужны вот такие полиэтиленовые пакеты. Они закрывающиеся, можно использовать и обычные, но с этими значительно удобнее. Перед приготовлением грибы нужно перебрать и тщательно вымыть. Особенно это относится к пластинчатым грибам, их даже желательно подержать в холодной воде 5-10 минут, чтобы избавиться от песка. Промытые грибы нужно откинуть на сито, дать стечь воде. Теперь грибы нужно нарезать, причем особенно мельчить не нужно, потому что потом во время использования вы сможете нарезать их так, как вы захотите. Беру самую большую глубокую сковородку, которая у меня есть, разогреваю ее и наливаю растительное масло, немного, около 2 столовых ложек. Выгрыжаю грибы, столько, сколько влезет в сковородку, уменьшаю нагрев до среднего и жду, пока грибы выделят жидкость. Вот вы смотрите, жидкость из грибов выделилась и они довольно сильно осели. Теперь, если у вас остались еще свежие грибы, вы можете их сюда же добавить и можете добавлять до тех пор, пока не заполнить всю сковородку. Теперь на таком же среднем нагреве я оставляю грибы кипеть до тех пор, пока вся лишняя жидкость из них не выпарится. Изредка можно их помешивать, но можно этого и не делать. Сколько-то займет времени зависит от количества грибов и от толщины их слоя. Когда почти вся жидкость из грибов выпарится, вы услышите такое легкое характерное пощелкивание. Это значит, что конец уже близко, в этот момент грибы можно немного подсолить, много соли я не добавляю, потому что неизвестно для каких целей они мне понадобятся в будущем. Все перемешиваю и немного уменьшаю нагрев, оставляю его между средним и минимальным и теперь я слежу за грибами повнимательнее, чтобы они не подгорели. Грибы готовы, вот посмотрите, на сковородке совсем нет лишней жидкости, я выключаю нагрев и даю грибам полностью остыть. Грибы остыли и теперь я могу разложить их по пакетам, если у вас в холодильнике достаточно места, можно наполнить пакет целиком, но я для экономии буду наполнять его наполовину, старайтесь сделать слой грибов равномерным и не очень толстым, толщина примерно пол сантиметра, сантиметра максимум, замороженные таким слоем грибы вам потом будет легко разломать и отделить нужное количество, из пакета нужно удалить весь лишний воздух, накрываю его пустой половиной, на нее же переворачиваю, пакет должен быть пока открыт, теперь пакет нужно с силой прижать руками, выпуская весь воздух, чтобы было проще можно использовать разделочную доску и вот теперь пакет можно закрыть, теперь готовые упакованные грибы нужно положить в морозильник, где они заморозятся и будут храниться до того момента, пока они вам не понадобятся, перепробовав разные способы заготовки грибов, мы остановились на этом, и уже несколько лет заготавливаем грибы только так, такие грибы можно использовать для приготовления абсолютно всех блюд, исключение составляет только пожалуй одно, грибной суп, его я больше люблю варить из сушеных белых грибов, попробуйте такой способ заготовки грибов, я уверена, он тоже станет вашим фаворитом, благодарю вас за просмотр, если рецепт понравился, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями, комментируйте и подписывайтесь на наш канал, желаю вам успехов во всех ваших начинаниях, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok